Коллеги, доброе утро! Да, действительно, спортивное направление под названием воркаут покоряет все больше молодых людей. О том, почему эта спортивная субкультура популярна у нас в Керчи, как правильно заниматься воркаутом, мы сегодня поговорим с Максимом Орленко, лидером молодежного движения по воркауту у нас в городе Героя. Максим, доброе утро! Доброе утро! Максим, насколько я знаю, воркаут это тренировка на улице, правильно? Так и есть, да. Да, расскажите, когда у нас в городе Героя это направление появилось и почему оно становится все больше популярным? Ну, конкретно я начал здесь развивать это направление, насколько я не ошибаюсь, с 2013 года в Керчи. Популярным становится, как правило, за счет того, что в целом тенденция в мире такая, что воркаут на сегодняшний день, по некоторым данным, это самое динамично развивающееся спортивное направление в мире. Это во-первых. Во-вторых, наш клуб проводит не менее четырех турниров в год, благодаря чему, ну, в том числе растет популярность движения в целом. А вообще много молодежи увлекаются воркаутом сегодня у нас? Ну, у нас конкретно в клубе занимаются там, наверное, порядка 50 ребят, вот. А, ну, те, кто именно предметно, так целенаправленно занимается. А в целом, я думаю, больше по городу. Вот, кстати, сейчас особое внимание уделяют строительству спортивных площадок. Вот, как вы считаете, как это отразится именно на развитии воркаута у нас? Ну, хорошо, что их строят. Вот. Я прям очень рад этому. Вот. Это отразится в целом на том, что люди смогут досуг с пользой для своего здоровья проводить. Вот. Всех слоев населения абсолютно. Не обязательно это будет воркаут и так далее. Что касается воркаут, то для этого, в принципе, уже в городе, в Керчи, очень хорошо развита инфраструктура для того, чтобы полноценно заниматься воркаутом в городе. С какого возраста уже можно приходить, делать какие-то упражнения на вот этих спортивных площадках, на турниках? И вообще, как это правильно все делать? Ну, мой ребенок, если я не ошибаюсь, он вообще с 4 лет. Я его с собой там на тренировки таскал, и он что-то пробовал, начал заниматься и так далее. Ну, в целом, как правило, ребята приходят, наверное, с 6-ти. Где-то вот так вот. То есть, они более уже осознанно к этому предмету подходят. И начинают именно выполнять какие-то силовые упражнения, подтягивания, там, отжимания и прочее. Ну, наверное, нужна, может быть, какая-то именно физическая подготовка, чтобы начать занятие. Так и есть, все верно вы говорите. Изначально нужно начать с того, чтобы, ну, это называется по-простому воркаут, прокачать базу. Вот. То есть, выполняются самые простые подтягивания на турнике, там, отжимания на брусьях, еще некоторые комплексы упражнений, благодаря которым должным образом прокачивается тело, мышцы. Вот. И потом они уже приступают к различного рода сложным силовым, динамическим элементам, а также работе с отягощением. Максим, скажите, воркаут – это только мужской вид спорта или все-таки девушкам он тоже может быть? Могут заниматься абсолютно и мужчины, и девушки. Вот. И как практика в мире показывает, очень много девушек занимаются и дадут фору еще мужчинам в том числе. То есть, ну, участвуют и в силовых дисциплинах, и во фристайле. Проводятся там чемпионаты мира среди девушек в том числе. Вот. Поэтому и у нас в том числе есть практика, когда приходят девушки и держат те же самые сложные силовые элементы, флаг и прочее. На самом деле это очень радует, что сегодня у нас молодежь так развивается в спортивном направлении, увлекается такими видами спорта, как воркаут. Вот. Это очень здорово. Спасибо вам большое, Максим, что вы пришли к нам сегодня в студию. Мы были очень рады вас видеть. Я напоминаю, сегодня у нас в гостях был Максим Орленко, лидер молодежного движения по воркауту в Керчи. Коллеги, на этом я заканчиваю, передаю вам слово и хочу спросить, захотелось ли вам попробовать себя в воркауте?